В Вологде в преддверии праздника День Семьи, Любви и Верности чествовали семьи-юбиляры. Восьмисупружеским парам были вручены медали за любовь и верность. В целом же по области такими особыми знаками с символикой праздника святыми Петром и Февронии Муромскими были отмечены 70 семей. Праздник семьи-юбиля и верности отмечается в России практически 10 лет. Его идея принадлежит жителям славного города Мурома, где жили святые Петр и Феврония, которые сегодня являются образцом крепкого брака, верной любви. Этот праздник, хотя и носит определенный религиозный оттенок, но по сути он надконфессиальный. Потому что во всех конфессиях сегодня ценность семьи, брака, верности и любви, она остается одной из самых значимых и самых почитаемых. Сегодня мы чествуем наших юбиляров семейной жизни. Самая молодая семейная пара из присутствующих прожили 35 лет. Самая имеющая большой опыт, большой стаж в семейной жизни – 60 лет. АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Александрович и Илья Андреевна прожили в совместном браке почти 50 лет. Залогов семейного счастья для них являются взаимопонимание, утепление и уважение. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Есть простая истина. Как говорила моя старенькая мама, у которой было 10 детей, а я у нее 10-й за шкребыш. Как говорили там все всегда. Мама говорила так, чтобы состоялась семья, в доме должны быть горячие щи и для мужика чистая рубаха. Если все будет так, значит семья состоится. А еще она говорила, что нужно уметь обходить острые углы. Это должна решить женщина. Если женщина мудрая, если она научилась обходить острые углы, значит семья состоится, брак будет долгим и счастливым. Мама библиотекарь, учитель русского языка и литературы по специальности, пишет стихи, очень много делает сценариев, ведет различные родственные праздники. Замечательная бабушка. А дедушка у нас всю жизнь отработал на производстве. Начальником цеха на заводе электротехмаш. Много-много десятков лет. И он, наверное, знает почти все о коммунальной системе города Волокда. Моя семья – это все, что у меня есть практически. Потому что на самом деле у человека в жизни, помимо работы, друзей, какого-то любимого дела, самым важным ценом является семья. На семье все держится. Если семья живет действительно в любви, если люди уважают друг друга, то и каждый член в семье будет успешен. У родителей 30 сентября ровно 50 лет свадьбы. Праздник веры, надежда, любовь как раз. Да, да, да. И мы с супругой, и с детьми, конечно, хотим, чтобы у нас точно так же все получилось. Девушки вместе уже с 60 лет. 19 июня этого года они отметят вельянковых свадьбах. Никаких секретов нет. Мы просто живем. Мы воспитывали детей. Мы помогали воспитывать внуков. По мере возможности помогаем и сейчас, и правнучкам. Детям дали высшее образование. Внучки получили, внуки, высшее образование. И жизнь идет просто она так. Самые хорошие годы, когда мы жили вместе с моими родителями в чердачном помещении, не имея жилья, не имея квартиры. А потом государство дало нам двухкомнатную хрущевку. До этого, будучи, проживая на чердаке семеро в 15 метрах, мы считали, это были самые хорошие годы. И мы благодарны своему предыдущему поколению, которые были верны друг другу и прожили в мире и согласии 50 лет. И поэтому у нас не было мысли о том, что где-то поссорились, так это значит расходиться. Это просто было в порядке вещей. Мы знали, что брак – это навсегда. Семья очень известная среди валачжан своей крепостью семейных устоев, основанной на взаимной любви и верности. У нас все случилось 18 июля 1962 года. Вот с того времени прошло 55 лет. А вообще наш опыт показывает, что жить нужно вдумчиво, но вместе с тем быстро. Что произошло у нас 18 июля? За неделю до этого мы получили диплом об окончании Вологодского пединститута. Через неделю после этого меня призвали в армию. Через две. А, две даже. То есть мы за июль решили такие проблемы, на которые у других уходят годы. Вообще опыт наш показывает, что разлука, она тоже укрепляет семью, потому что вот на два года меня взяли в армию, потом поработав четыре года в школе и в вузе после армии, я пошел в аспирантуру, это еще три года в общежитии. Потом я поработал в вузе, был деканом, проректором по учебной работе, потом ушел в докторантуру, еще два года в общежитии в Москве. И вот эти... Шестии. Потому что, да, что-то была связка, ну, в перерывах здесь у нас сын родился, ну, а потом уже все, были внуки потом, вот сейчас внуки уже школу заканчивают. Терпение, говорят, что нужно терпение, это неправда. Когда есть любовь, что терпеть-то, это же радость. Меня всегда удивляет, когда говорят, вот для семейного счастья нужно терпение. А то, что женщины другие люди по сравнению с мужчинами, это совершенно точно. И я вообще не понимаю, как можно обижать женщину, кричать на нее. Зачем? Она же слабый пол. Вот любить это, пожалуйста. А все другие рекомендации это не для нашей семьи были.